Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей и вы на канале Домашний Мастер. Сегодня у нас на обзоре робот-пылесос. Это не совсем стандартный парень, а довольно навороченный. Да, с каждым годом техника становится всё умнее и интереснее. И 15 лет назад, если бы мне кто-то сказал, что у тебя будет робот, который будет убирать весь твой дом и тебе даже не надо будет поднять пятую точку, я бы, наверное, в жизни не поверил. На обзоре у нас Roborock S7. Посмотрим комплектацию, познакомимся поближе. Да и вообще, мне самому любопытно, на что способен этот малыш. После заказа посылка приехала за три дня. Спасибо за оперативность. Открываем коробку и сверху нас встречает держатель протирочной салфетки VibroRise. Далее идёт сам робот-пылесос. А потом зарядная док-станция с кабелем питания. Док-станция компактная, сверху есть индикатор питания. Внизу зарядные контакты. А также имеются щётки электродов, которые убирают мусор и пыль с зарядных контактов робот-пылесоса. Сразу поставим держатель протирочной салфетки. Тут она ставится за пару секунд. Переходим к робот-пылесосу. На верхней панели имеется индикатор состояния. Если загорается белый, это сухая уборка. Голубой – сухая и влажная. Оранжевый предупреждает об возможной ошибке. Зелёный – идёт зарядка аккумулятора. Клавиши слева направо. Слева – это док-станция. При нажатии пылесос возвращается на базу. Клавиши посередине – это уборка и питание. Если просто нажать, то пылесос начинает уборку. Если зажать кнопку на пару секунд, то пылесос включается или выключается. Ну и клавиша справа. При нажатии – это точечная уборка. А если зажать клавишу и удерживать, то будет блокировка от детей. Спереди и с правой стороны робот-пылесоса найдёте локатор станции и настенный датчик. Основным инструментом ориентации в помещении является сканер «Лидер», расположенный в башне. Он отвечает за создание карты во всех помещениях, куда он сможет только добраться. И даже в полной темноте. При обнаружении препятствия пылесос анализирует его размер и корректирует его дальнейшую работу, чтобы каждое место было чистым. На задней стенке Roborock S7 расположен полукруглый бак на 300 мл, а под крышкой имеется пылесборник объёмом в 470 мл. Пылесос оснащён бесщёточным мотором с тягой в 2500 мегапасхалей, Аккумулятором на 5200 мАч с автономностью в 180 минут. Снизу пылесоса имеется совершенно новая резиновая турбощётка. Долговечная грязеотталкивающая. Это ребристый валик из силикона. Он качественно вычёсывает ковры и счищает с пола даже глину. Но при этом не забивается волосами, а значит постоянно обслуживать его не придётся. Также имеется два зарядных контакта, шесть датчиков обнаружения уступов и датчик ковра. Пылесос способен на ультразвуковое обнаружение ковров. При обнаружении ковра S7 приподнимает швабру до вакуума, не останавливая уборку. Также имеется приложение, которое легко устанавливается и есть даже подробные инструкции. Справится абсолютно любой. Итак, на тесте у нас будет загрязнённая комната, в которой на полу и мусор, и крошки, и пыль. Прямо реально много пыли, я бы сказал. Так что будет интересно. И да, робот-пылесос на русском. Да-да, друзья, базарит на нашинском. Это прям очень приятно. И в нём также есть голосовое управление. После запуска робот-пылесоса Лидар сразу сканирует помещение. Но уже более точно, после первой поездки, робот-пылесос построит вашу домашнюю карту всех помещений. Приложение подготовит область для комнат, в дальнейшем которое можно будет редактировать и назвать как вам угодно. Пылесос включает в себя различные варианты уборки. Пропылесосит ковры, любую поверхность, а также сделает влажную уборку в помещении. И удалит даже засохшие пятна с поверхности. После того, как у нас готова домашняя карта, можно смотреть и настраивать точечную уборку помещений. Прокладывать самому маршруты, указывать порядок уборки, силы трения. Функционала тут реально много. Например, вы не хотите, чтобы пылесос заезжал в ванну, где навалено, а только чтобы работал в зале. Также Roborock S7 будет показывать ковры на карте. А при заезде на ковровую зону, он автоматически будет поднимать ковровую салфетку. Также салфетка поднимается при застревании, поэтому за сохранность паркета или ламината можно не беспокоиться. В приложении мы можем установить график уборки. Например, чтобы после возвращения с работы наш дом всегда был чистым. Также пылесос необходимо обслуживать. Но не нужно об этом помнить. Робот-пылесос сам пришлет вам уведомления в приложении, когда нужно будет немножко уделить ему время. В приложении можно переключаться между чисткой ковра, звуковой очисткой шваброй и ее подъемом при обнаружении. А раз мы заговорили про мытье полов, то стоит внимательно присмотреться к технологии VibroRise. Это первый девайс, который можно назвать и пылесосом, и шваброй. Инновационная влажная уборка. Roborock S7 комплектуется виброшваброй, совершающая 3000 движений в минуту. Такая технология позволяет прям оттирать присохшие полупятна. А если у вас есть домашние питомцы, то вы точно останетесь довольны. Самое главное, что с этим пылесосом я реально кайфанул. Что это не просто круглая коробка и пытается что-то сделать. А он действительно убирает пыль, пятна, грязь, пылесосит ковры и облегчает жизнь. Да вы зацените, как он отдравил всю комнату. И это сделал за меня робот-пылесос. Делайте выводы. А в описании по ссылке вы можете ознакомиться более подробно. Своих денег я считаю, он того стоит. Ну а я с вами прощаюсь. Поставьте жирный лайк, если видео было полезным. И подписывайтесь на канал. А также напишите свое мнение в комментариях. Мне любопытно, что думаете вы. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok